Кстати, тот же Хабиб Нурмагомедов, он очень мудричек, очень умничек. И как он бьется, как он выступает там, да, и как он готовится, он, мне кажется, интеллектуальный на порядок выше всех. Я не воспитывал президента, я воспитывал спортсмена и человека, а он стал президентом. Дорогие друзья, любители спорта, сегодня нас с вами ждет очень интересная встреча, потому что согласился с нами поговорить, пообщаться, очень занятой человек. Президент Федерации дзюдо нашего города Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России, президент легендарного клуба «Турбостроитель» Михаил Антович Рахмин. Михаил Антович, сразу первый вопрос. Вам не обидно, что про дзюдо в России вспоминают раз в 4 года, когда нужны олимпийские медали? Вот тогда все сходят с ума. Я думаю, что нет, не обидно, потому что мы этого заслуживаем. Значит, надо наш вид спорта преподносить так, чтобы о нем говорили гораздо больше. И в этом есть и наша работа, и моя работа в том числе, чтобы мы были на слуху, чтобы наши ребята и девчонки были на виду, чтобы мы о них разговаривали, и чтобы мы показывали, как они живут. А вот, кстати, про ребята и девчонок. В 2004 году Александр Кузнецов сказал мне перед Олимпиадой, что Михаил Игнатьев может выгнать золото в Афинах. Так и получилось. Вы готовы сейчас назвать дзюдоистов, кто может привезти золото из Токио? Я отвечу так, что я думаю, в нашей команде сегодня человека три, которые могут принести золото ему. Мы запомним и потом проверим через год. Ну, прежде всего, я надеюсь, что это будет Хасан Холмурзаев, который действующий олимпийский чемпион, 81 килограмм. Я думаю, что это, возможно, будет 60 килограмм Роберта Мшидабадзе. Так. Есть вероятность, что это будет Нияс Ильясов, 100 килограмм. Ну и четвертого, надеюсь, что тоже есть большие шансы у Тамерлана Башаева, плюс 100 килограмм. Вы сейчас назвали сколько? Четыре золотых, да? Но три чемпиата мира после Олимпиады. У российских зюдоистов ни одного золота. Это не порт для легкой паники. Я больше что-то скажу, что последний чемпион мира, который, будем говорить, действующий чемпион мира от России, это наш воспитанник Тагир Хибулая, воспитанник этого клуба. А почему чемпионат мира не катился? Для нас Олимпиада только существует. Ну, тренерский штаб национальной команды всегда заявляет, что для нас Олимпиады гораздо выше. И чемпиаты мира являются тренировочными стартами, и подготовительными стартами к Олимпийским играм. Я с этим не согласен. Почему? Ну, потому что так нельзя. Надо выиграть всегда, и все. Так сложилось, такой интересный виток судьбы, что впервые дзюдо было на Олимпийских игр 64-го года, в Токио как раз. И сейчас в Токио, и сейчас в Токио. В том же здании. Вот расскажите, я насколько знаю, сам император финансировал строительство этого легендарного Будакана. И сейчас там чемпионат мира тоже был. Это, можно сказать, Мекка. Это как Шаолинь, наверное, для Ушу. Как Мэдисонской Гарден для бокса. Расскажите, что такое Будакан? По поводу финансирования вы больше знаете, наверное. Да, и сам император, представляете, Японии. В 64-м году впервые было дзюдо включено в программу Олимпиады. Четыре спортсмена из Советского Союза. Один из спортсменов, это Арон Боголюбов, представлял Ленинград. И, кстати, работал после этого в клубе трубостоятельный тренером. Арон, это было действительно Будакан, здание Будакан. Там все это проходило. Только что прошел чемпионат мира, предолимпийский тестовый турнир. Как тестовый турнир. В том же здании. Оно внешне немножко отреставрировано. Внутри оно осталось таким же, как и было. Да, конечно, это немножко захватывает дух от того, что соединение историй прошло большое количество лет. В том же месте, где дзюдо зарождалось, в том же месте оно будет проходить снова. Впервые на Олимпиаде будет разыгрываться медаль в командном... Ну, Россия там есть шанс, как я понимаю, тоже на... Да, последние два чемпионата мира мы третий. Последние два чемпионата мира сборная команды России занимает бронзовыми. Ну, если бронзовы на чемпионате мира, то будем чемпионами на Олимпиаде. Если следовать статистике нашей национальной сборной, тренер нашей национальной сборной, то, может быть, так и будет. А мы в кабинете сейчас находимся у Михаила Анатольевича Рахлина. Я вот смотрю, здесь, да, кубки стоят. Вот фотография вашего отца, я думал, кто с ним справа. Не надо объяснять, человек, который занимался у него. Ваш папа говорил про Владимира Владимировича Путина, а этот просто Владимира, что вот этот мальчик далеко пойдет. Нет, в спортивном плане, конечно, отец был немножко расстроен. То, что он считал, что Владимир Путин, как спортсмен, себя не исчерпал, себя не, ну, как бы, мог пойти и дальше. Не реализовал. Не реализовал, да. До какого уровня? Он был мастером спорта, реально мастером спорта и по самбо, и по джидо. В отдельно взятых схватках он выиграл у достаточно именитых, легендарных спортсменов. Вот, и тот момент, когда надо было идти развиваться дальше, становиться профессиональным спортсменом, спортсмен Владимир Путин выбрал свой путь, он выбрал свое направление. И даже когда родители его в чем-то сомневались, я знаю, что отец был у него дома, они обсуждали, разговаривали, и он сказал, что это его выбор, это его путь, мы должны это уважать, и мы должны его в этом поддержать. Мне кажется, Путину очень сложно переубедить, если он что-то решил. Я думаю, что отец умел навязывать свое мнение, он умел навязывать какое-то свое, свои правила поведения, но если он видел, что человек осознанно делает свой выбор, он его поддерживал, никогда не ломал, никогда не мешал. Я думаю, в этой истории все было именно так. Он жалел, что Владимир Владимирович не пошел дальше, но в то же время уважал его выбор. Он мог стать олимпийским чемпионом? Не люблю слагательных направлений, не будем, да. Потому что я вот смотрю, интересно, здесь ряд висит, да, вот фотографии. Ваш отец, видны люди из мира дзюдо, в центре Владимир Путин, ну, понятно, президент, самый известный человек. Могут быть Владимир Путин чемпион мира, да, олимпийский чемпион? Все возможно, все возможно, но еще раз, спорт не терпит слагательных направлений, поэтому мы-то так... А вы выходили на тотеми с Путиным, нет? Я когда был тренером, я являюсь тренерами клуба Ивары Невы и национальной команды, когда был старшим тренером, Владимир Владимирович приезжал тренироваться с нами. Ну, как-то договаривались, что там поддаваться и что-то? Да, это дружеская атмосфера, там же нет спаррингов, как таковых, со стопроцентным сопротивлением. Это отработка, борьба, техника, броски. Это такая игровая тренировка, ее может любой с любым, вне зависимости от возраста и весовой категории. А в чем был особенно силен Путин, как дзюдоист? Ну, во-первых, он очень был трудолюбивый, терпеливый. У него очень был заниженный... Это со слов отца, опять же, я не могу этого судить так. Он был очень... У него очень одинаково была развита и левая, и правая сторона. Те, кто в спорте, понимают, о чем я говорю. То есть, и левая, и правая полушария мозга, за веселотно-двигательную активность одинаковая. Непредсказуемый, мог одновременно и вправо, и влево бороться, поразительная выносливость и пониженное чувство опасности. Да вы что? Да. Поэтому он мог на тех пределах, куда другие боятся выйти, он мог на них выходить. И он мог в них существовать. Какой-то пример, чтобы не понимать. Вот чем великий гонщик отличается от стандартного гонщика? Мгновение. Кто-то нажал педаль тормоза и в этом пропустил кого-то, а кто-то на мгновение позже педаль тормоза, нажал и вошел в поворот первым. Это вот такое чувство опасности. Ты либо вылетаешь в трассу и теряешь все, либо ты становишься чемпионом. Вот я смотрю, висит кимоно Тагира Хейбулаева, олимпийский чемпион Лондона, ваш подопечный. Единственный, по-моему, на моей памяти, Константин может меня поправить, олимпийский чемпион Лондона, кого поздравил сам Владимир Путин. Да, единственный чемпион из Петербурга-Ленинграда. У вас самое яркое воспоминание о Лондоне. Вы были там? Да, я был. Во-первых, рядом кимоно после финальной схватки в Лондоне, оно должно висеть здесь. А где оно? Тагир только что его забрал, его на какое-то мероприятие просили, чтобы оно было. И он должен... Как золотая медаль, или искать кимоно? Он завтра его привезет, мы повесим его на место. Хорошо, не переживайте, кимоно никуда не исчезло, кимоно здесь. Действительно, Владимир Владимирович на Олимпиаде был только один день, и был только на дзюдо. Ты заранее договаривались? Нет. Договаривалось? Нет, нет, он просто прилетел... Тагир знал, что Путин будет смотреть его? Нет, нет. Нет, когда он вышел на финал, он знал, что Путин. Есть спортсмены, для которых дополнительное внимание давит, и они выступают хуже. Тагир из Тагир? Нет, нет. Ему на вот дополнительная мотивация, дополнительная ответственность. Как мы с ним потом разговаривали, я только понимал, что я должен больше, лучше, и не могу, возможно, не имеет шансов. Не то, чтобы проиграть, нет шансов выглядеть плохо. А по поводу Олимпиады, давайте я вам покажу, пройдемте. Для меня это памятная вещь. Я эту фотографию потом случайно нашел и выкупил ее у австрийского, по-моему, издания. Эта фотография через мгновение, через мгновение, Тагир станет олимпийским чемпионом. На чемпионате Европы в финале он выиграл у действующего чемпиона Европы. На чемпионате мира он выиграл у чемпиона мира. И на Олимпиаде в финале он выиграл у действующего олимпийского чемпиона. То есть, чтобы стать чемпионом, надо выиграть чемпиона. И смотрите, на заднем фоне никто еще, все сидят, а один человек скачал, видите вы там. Ага, он видит уже. Это я. Это вы? Да. Вы сразу поняли. Вы сразу поняли, да? Что вы тогда как-то можем сейчас воспроизвести? Что вы крикнули, как на футболе там? Давай, кон, что-то может быть. Скорее всего, что-то вроде. Надеюсь, что это было цензурное. Нет, ну, конечно, это какие-то выплески эмоций. Я помню, конечно. Я думаю, может быть, что-то было вроде А. И потом вниз было А. А ровно напротив, вот с этой стороны, сидел премьер-министр Великобритании, Владимир Владимирович Путин. Вот это вот уже Тагир спустился, мы дали ему флаг, и он прошел и попал в объятия. Ну, вот это самое, поздравление президенту, да. Вот через 4 года Тагир тоже поехал на Олимпиаду и проиграл в первой же схватке. Может быть, не стоило, или может, как-то отговаривали вы его, что не готов он был? Или спортсменам тяжело вообще говорить в таком ситуации? Он травмированный поехал, он был уже с травмой, травма была не залечена. И, конечно, рассчитывали, планировали, верили на какое-то чудо, но так случилось, что не случилось. Вот, там можно рассуждать много, есть и реальные причины, и Тагир потом их признал сам, сам потом уже спустя, там, год-два после Олимпиады признал, что и подготовку нужно строить по-другому, было и внимание вот всему, что вокруг происходит. Странно, у меня уже был опыт перед Лондоном, победный опыт. Но ты олимпийский чемпион, и вокруг тебя вьются много уже неспортивного, околоспортивного. Ты в это во все влезаешь, ты думаешь, что это так должно быть. Форм тренироваться надо много. Вес набираем, надо сгонять, форсировать. Плюс ты форсируешь подготовку, вылезают травмы. Травмы не успеваешь залечить, нужно набирать рейтинг. Рейтинг набираешь, попадаешь на Олимпиаду. Соперники с удвоенной силой идут на чемпиона. То есть, он сейчас понимает, что чуть-чуть поменяя подготовку, и он мог стать в два раза успешнее, чем он был. Вот я хотел спросить, все виды спорта сейчас борются за зрелищность. Дзюдо можно сделать более смотрибельным? На самом деле, преподносить дзюдо стали гораздо лучше. Другое дело, что если у IGF, международной федерации дзюдо, европейского дзюдо, есть такие деньги и возможности спонсора, чтобы показывать, то, конечно, на рядовом уровне мы таким возможностям еще не обладаем. А вы не жалеете, что в дзюдо нет своего хабиба? Вот такого человека, за счет которого можно было раскрутить? Я думаю, что он есть. Есть? А почему никто не знает? Ну, потому что, видимо, люди заинтересованы сегодня немножко в других делах, может быть, в сегодняшнем дне, а не в завтрашнем и послезавтрашнем дне. А почему в ММА так немного дзюдоистов? Это специфика такая, что дзюдоисту сложно себя проявить в ММА? Честно, там больше сарбистов, наверное, все-таки. Просто дзюдо самодостаточный вид спорта. А ММА – это вообще не вид спорта. Это сборка. Так, внимание сейчас, да? ММА? Да, это не вид спорта. Я не считаю, что на этом можно воспитывать детей. Я не считаю, что это можно. Слишком агрессивно, слишком жестоко, да? Ну, столько сметельных случаев несчастных. И с каждым годом все больше и больше. Люди смотрят, думают, что это реальность. Это нереальность. Там правил-то особо нет. Выходят на улицу, делают такое же дело. И вдруг получается, ой, а он ударился головой. Ой, а человека нет. А я думал, что это как вот там. Я буду бить 10 раз, и у него просто будет плохо. И он меня испугается. Спорт чем хорош? Там есть правила. Там жесткость и агрессия в рамках правил. Все направлено на то, чтобы сохранить здоровье атлетов. Бедопасность. Не думаю, что там можно сохранить здоровье атлета. По-моему, мне кажется, наоборот. И, кстати, тот же Хабиб Нурмагомедов, он очень мудричек, очень умничек. И как он бьется, как он выступает там, да? И как он готовится, он, мне кажется, интеллектуальный, на порядок выше всех. Он над ними, мне кажется, над всеми глумится и издевается. Мне так кажется. И мне кажется, он издевается над тем видом деятельности, которым он занимается. Но это его путь. Правила игры. Здравствуйте, ребят. Привет. Мы немножко походим. Вы на нас внимания не обращайте, только на Иван Сергеевич. Ясно? А вот футбол проводят отбор в секции. В дзюдо берут всех желающих или тоже какие-то? Раньше брали всех желающих. Сейчас мы проводим отбор. Мы реально проводим отбор всегда. Потому что, во-первых, желающих стало больше, а с каждым годом все больше. А во-вторых, все-таки мы должны отбирать людей, склонных, способных генетически к этому делу. У нас есть тестовые упражнения, там, отжимания, бель, подтягивания, на гибкость, на силу, на все. Сколько должен подтянуться в будущий жертвец? Тут такой сложный момент. Вы, наверное, слышали эту фразу, когда Владимир Владимирович сказал? Когда я пришел в дзюдо, это рассказывает про отца. Владимир Владимирович попросил нас какие-то тесты сделать. И там кто-то мог подтянуться 20 раз, а я, допустим, подтянулся 15 раз. Взяли меня, а того, кто 20, не взял. Почему? Потому что задача была не сделать сколько-то, а сколько можешь. Он проиграл качество. То есть ты на пределе подтягиваешься 15, на одном пределе, а другой 20 просто так и бросил и не сделал. Он брал того, кто 15 на пределе, потому что проиграл бойцовские качества. Вот это еще одна группа, давайте посмотрим. Здравствуйте, ребят. Пришли вас поснимать для истории, чтобы посадить какие-то красивые, сильные. Мы не мешаем? Поприветствуйте наших телезрителей, помашите. Вот, молодцы. Отец признавался как-то вам в конце жизни, что вот, Миша, вот это не удалось ему, вот жалею, что вот не смог там то-то, то-то делать. Или все-таки всем он был доволен? Нет, он никогда не был доволен. Он не был никогда доволен ни кем-то, ни собой, ни чем-то. Всегда искал возможность что-то сделать лучше, развиваться, создавать, искать новых ребят, новых ситуаций. Он, у него была мечта, он хотел воспитать олимпийского чемпиона, и его все время спрашивали один тот же вопрос, вот вы воспитали президента, там, да, вот, на что он говорил, я не воспитывал президента, я воспитывал спортсмена и человека, а он стал президентом, да. И потом говорит, ну, говорит, лучше бы он стал, ну, не он, а кто-либо, стал олимпийским чемпионом. У него была такая мечта. А, то-есть, он говорил про Путин, лучше бы он стал олимпийским чемпионом. Ну, лучше бы это громко сказать, он мечтал просто, чтобы был президентом, я думаю, он лукавил, конечно, он лукавил, конечно, он гордился тем, что он, часть его труда в том, что он воспитал такого чемпиона. Вот, кстати, очень интересная фотография, вот мы с Сталином напротив нее, это 75 лет было отцу, юбилей был, и Владимир Владимирович в этом клубе, это было, вот, на его воспитанники, друзья, мы прямо в клубе здесь отвечали, да. Медали с самого вашего отца, да? Это орден почеты ему вручили, это вот 70-е годы, 70-е годы. Это вот как готовили чемпионов, обычные палатки в лесу, военные палатки в лесу, видите, там железные кровати стоят. Насколько я знаю, что Путин последний раз приезжал в клубка от Снопохова, да, ваше отца? Ну, к сожалению, да. Это тоже было для вас какой-то неожиданностью, или это? Мне это было не до этого, я не думал ни о чем, мне нужно было достойно проводить отца, это было тяжело. Я информацию, конечно, дал в администрацию президента, что такая несчастье случилось. И они уже, это его личное решение было отменить все встречи и прилететь. Дорогие друзья, если можно, я бы еще хотел немножко сакцентировать. Вот мы подошли к стенду, немножко сколько печальный, столько и одновременно торжественный. Не так давно ушел из жизни Керат, заслуженный тренер Советского Союза, вот, Ярослав Михайлович. Ярослав Михайлович последние 10 лет жизни провел рядом со мной в этом клубе. Мы вместе работали и с нашими спортсменами, и спортсменами национальной команды. Один из первых мастеров спорта международного класса вообще в Советском Союзе по всем видам спорта. Вот, он за свою жизнь подготовил трех мастеров, участвовал в подготовке трех чемпионов мира. В памяти его мы будем проводить турнир, начиная со следующего года. Сейчас записываем фильм, чтобы все уходят, люди уходят, ситуации меняются. Мы действительно фильм по поводу него делаем, чтобы он и у родственников был, чтобы и будущие поколения могли. Так что, честно говоря, да, это большая утрата для советского, российского, петербургского спорта. Для меня лично, да. Не так давно вы возглавили такую, прямо скажу, непростую организацию, такую сложную, очень многогранную, как Федерация дзюдо Санкт-Петербурга. Что касаемо Федерации дзюдо Петербурга, да. Почти год я возглавляю Федерацию, потому что наш президент Федерации ушел дальше работать в Министерство спорта. Ну, это большая работа. Это, во-первых, проведение соревнований. Это большое количество соревнований, которые мы проводим на хорошем профессиональном уровне. Это подготовка резерва для сборной команды России. Это большая ответственность и большая работа. Это никакая не ступенька, это никакой не старт, ничего. Это действительно большая работа и большая ответственность, чтобы наша Федерация была одна из лучших в стране. Чтобы мы, то, что было заложено еще в далекие годы, в том числе и моим отцом, чтобы это все сохранилось и чтобы мы могли это еще больше развить. Я видел у вас внизу фотографии Романа Артенбергки Монастырь. Это он тоже приезжает сюда тренироваться? Вот, даже, кстати, мы уже заговорили о них. Вот здесь его папа. Это воспитанники. Не-не-не. Это Владимир Владимирович, это его старший брат Аркадий Артенберг. Аркадий Артенберг, да. Это все люди, которые... Борис Артенберг, Борис Шестаков Василий Борисович, который возглавляет Международную Федерацию самбо. Так, а Роман тоже тренируется, да? Роман, на самом деле, он... Да, Роман Борисович будет говорить так, так, правильнее будет. Он, на самом деле, его спорт начинался с дзюдо. Когда Борис Роман Артенберг, его папа, они еще жили здесь, в Ленинградской области, в Токсово, он сам создал какой-то клубик, и годик-другой тренировал сына, говорит, он очень быстро схватывал, очень хорошо, говорит. И почему он не пошел? А потому что они потом переехали жить в Финляндию, а там дзюдо не развивалось, зато в каждом дворе с клюшками бегали всякие финны. И он, значит, взял клюшку. Все забыли? Ну, да, так что... Он, кстати, тренировал финский клуб, насколько я помню. Борис Романович очень успешно тренировал финский клуб, да, он финскими ребятами. Мы немножко так пренебрежительно относились к финскому дзюдо, но когда Борис Романович приезжал сюда с своими воспитанниками, он составлял конкуренцию нашим спортсменам. Почему вы не пошли в политику? С вашим именем, с вашими связями вы бы играли бы в одну калитку? То ли еще будет, то ли еще будет, то ли... Не, не, я еще здесь не закончил. Но вообще вы для себя не закрыли дверь в политику, да? Если появится... Я не знаю, я не хочу называть это политикой, я бы назвал... Госдума. Скорее, там еще много думать, наверное. Когда Шипуль нам пошел, я думаю, ничего... Ну, слушайте, знаете что... У вас опыты побольше? Я считаю, что... Как так, где родился, там и сгодился, к чему учился, там и пригодился, да? Во-первых, очень много работы еще здесь, надо перескакивать, надо поэтапно идти. В то время я был спортсменом, потом я стал тренером. Я для этого получал образование, одно, второе, третье, да? Я начинал с подготовки детей, перешел на подготовку, там, каких-то клубных команд, там, национальных команд, воспитал олимпийского чемпиона. Сейчас я занимаюсь административной работой. Создал клуб, спортивную школу, возглавил федерацию. То есть надо все ступеньки проходить. Если я хоть какую-то ступеньку переступлю, то обязательно где-то будет прокол там. Это надо получать образование, получать знания, получать возможность общения и всего-всего. Когда люди становятся резко, быстро куда-то... Я не хочу его обсуждать, не хочу обсуждать... Я можно сказать так, что я не хочу обсуждать личности, как Николай, как Антон, как кто-либо другой. Но я считаю, что сама вот эта методика абсолютно неверна. У этих людей, несомненно, есть энергетика. У них есть энергетика чемпионов, у этих людей есть неузнаваемость, у них есть возможность быть кем-то убедительными. Но каждый должен отвечать за то знание, за то образование, за то умение. Просто быть популярным и сказать «я хочу», этого очень мало. Я сразу с вами поспорю, потому что, например, к какому-то чиновнику и Валуеву, Валуеву, конечно, быстрее. Помните, как все время был случай, когда Никулин пришел к Лужкову, и там сразу цирк сделали ремонт? А какой-нибудь обычный человек... Придем мы с Сашей, и вы придете. Конечно, вам быстрее подпишут. Ну, согласен, но Никулин никогда не уходил из цирка и из театра. Он не ставился политиком и чиновником. Он, находясь на своем месте, мог подойти к этим чиновникам и в чем-то убедить. Прежде чем кому-то что-то доказывать, убеждать, говорить, ты должен это сам заслужить, чтобы это говорить. Ты должен сам это пройти, ты должен сам на практике что-то сделать. Вот я сейчас, знаете, переходим к нашим муниципальным выборам, на днях прошли. Там столько людей, там что-то происходит, они что-то кому-то обещают, во что влезают. Вы что в этой жизни создали? Вы что сделали вообще? Если ты какое-то дело совершил, то ты будешь говорить убедительно, и ты будешь спокойно это говорить, и ты будешь подкреплять какими-то умениями, знаниями и поступками. А сейчас вот набрали этих муниципалов, процентов 90 людей, которые за своей жизнью ничего не сделали, кроме как написали на заборе что-нибудь так. И если мы сейчас это создадим, мы же потом погрязнем в том, в недопрофессионалах, в недоделках, в недоучих, не знаю, недоучих. Вот Константин вспомнил, что Никулин ходил к Лужкову, просил. У вас была хотя бы разная ситуация, когда пришлось обратиться к президенту с какой-то помощью для клуба? Да-да-да, очень хорошая просто. Когда ты что-то сделал, ты что-то построил, что-то создал, кого-то воспитал, и ты об этом говоришь, и ты показываешь на примере, что ты это сделал, и готов сделать лучше, это одно. Когда ты ничего не сделал, и говоришь, дайте мне что-то, а я вот вам сделаю потом, и покажу, что я умею, это другое. У меня были разговоры по развитию спортивной школы, спортивного клуба и так далее. Тем более нашему клубу в этом году 50 лет, и он ни на один день не прекращал работу. Попробуйте найти в любом другом виде спорта, на всем постсоветском пространстве, не только в дзюдо, истории, которые не прекращались, которые воспитывали людей, спортсмены и так далее. То есть я считаю, что я заслужил того, чтобы задать вопрос. Нам никто ничем не помогает. Я добился того, что нам не мешают. Но сейчас, конечно, начинают там мешать, потому что каждый... Ну, кем-то людям... Кто посмел мешать, да. Не, ну, всем уже очень удобно, особенно на волне каких-то выборов, на волне каких-то... Получить свою дешевую известность за счет того, что, о, там Рахлин что-то пытается сделать. Так это же Путин. Так это же все. Ребят, вы немножко отмотайте год назад. Два, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать. Каждый шаг, каждое действие было заработано, было заслужено. Это ежедневная, постоянная работа на протяжении десятков лет. Ну, вот я, например, всегда как спортивный комментатор, Саша помоложе, но я всегда, знаете, вот думал, ну, дзюдо... Ну, есть, например, бильярд, вид спорта, да, есть, не знаю, там, другие какие-то там лыжи, сани, чтобы никого не обидеть. Но ведь дзюдо, по-моему, да, это все соткано вот из какой-то мистики, из таинственности. Сам вид. Для мальчишек вот... Я вообще был маленький, но помню фильм вот этот «Гений дзюдо», да, все какое-то, знаете, вот вы никогда не сталкивались с этой стороны, особенно в Японии. Несомненно, есть своя философия. Несомненно. И эта философия, она прослеживается на протяжении всех лет, в том числе и сегодняшнего дня. Вот, она присутствует. Мистики какой-то особо нет. Все-таки я занимался все же спортивным дзюдо. Вот. Я скажу другое. Вот мы с другими видами спорта сравниваем. Вид спорта номер один в мире по количеству международных федераций в олимпийском движении. Футбол. Это на первом месте. Да. Мы можем по-разному относиться, это самый популярный вид спорта в мире. На втором и третьем месте, меняя друг друга периодически, это тейквондо и дзюдо. Количество международных федераций в олимпийском движении. Поэтому вот... Я вот ответил про дзюдо. Вот. Ведь Владимир Владимирович Путин не раз предлагал вашему папе большую должность. И в Кремле, и в Министерстве спорта. Но он неизменно отказывался и оставался простым тренером. Вот. Вы спрашивали себя, почему так происходило? Утверждать не буду. Я от него не так часто слышал многие вещи. Я знаю, что, возможно, такие разговоры были. Отец всегда себя считал ковровым тренером. У нас есть в спорте такое. мнение, ковровый. Ковровый, тот, который каждый день выходит на... Ковровый, это образ. На датаме. На датаме выходит. И каждый день работает с пацанами, с девчонками. Неважно, новичок этот или взрослый. Он любил это дело. Это был его смысл жизни. Чиновник, кабинет, костюм, галстук, это было не его. Он попробовал где-то. Были моменты, но мгновенно возвращался обратно. Это был момент, когда он по здоровью его с должности главного тренера перевели на должность вице-президента Федерации России. Но и то он не сидел на месте. Он летал по регионам от Якутии до Дальнего Востока до Кавказа, до Северо-Запада. Когда Михаил Анатольевич стал президентом Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, одним из первых таких его шагов и первым направлением в этой деятельности возрождение истории памяти ветеранов и легенд питерского, ленинградского дзюдо. Я знал, что немногие президенты других федераций прямо так уж трепет относятся к наследию вида спорта своего. Тут же все очень просто. Да, здесь действительно собраны какие-то вещи, связанные с нашим клубом. Более того, у нас в этом году юбилей клуба, мы его скоро будем отмечать. И мы на юбилею клуба, всю 50-летнюю историю клуба мы уже создали, выпустили книгу. Я ее никому не показываю, могу вам показать, только с остальной обложки. Вот она стоит, вот видите, дзюдо на всю жизнь. Мне было очень интересно историю ленинградского, петербургского дзюдо немножко реанимировать, потому что даже я, увлеченный этим делом, не все знаю. Мне интересно. Начав работать, я тоже много чего узнал. Если мы, если у нас крепкий, хороший фундамент, мы на этом фундаменте можем снести дом, построить новый, сделать более красивый, менее красивый, такой-сякой. Без прошлого нет будущего, без истории нет сегодняшнего дня. С людьми уходит все. И потом начинают додумывать, придумывать. А что мне надо было ничего не придумывать, не додумывать, для этого нужно создать, написать, положить и раздать. Да даже просто приятно людям увидеть там себя, кому-то вспомнить, что это приятно. Я на одно из мероприятий, на один из дней рождения Борису Роману Чутенбергу подарил дневник дзюдоиста. У отца сохранилась вся история выступления, соревнования, победы, поражения, результаты, какие-то фотографии. Я собрал вот один дневник, симпатично преподнесли, и я подъехал к нему, и я просто подарил ему. Да, мне хотелось там еще на другие темы поговорить. Я ему это подарил, и мы сели, ну, минут 40 мы с ним разговаривали. Мы из 40 минут, 37 минут, там, условно говоря, говорили, он смотрел, вспоминал, листал, да, это, да, это, мы с ним боролись, а мы там, то есть вся жизнь. А все-таки Борис Романович надо отдать должное, он был членом сборной союза. Мы вот минут 37, там, 38 разговаривали, а вот это, вот это эмоции, это вот, вот, как будто сейчас один на него кимоно, он пойдет бороться, да, и две минуты по делу, все. Хватило двух минут? Да, это не важно, хватило 38 минут, хватило 38 минут, это важнее, потому что, вот это вот ощущение, вот это вот, опять, энергию вдохнуть в себя и зародить ей других, это, это, это дорогого стоит. Вот, это каждый год мы готовим отчет, это наши спортсмены, это наши тренеры, тут все, это все наши тренеры, все наши спортсмены, все наши достижения, все наши, если найду фотографию быстро какую-нибудь, посмотрите, хорошая фотография, сейчас вам покажу, смотрите, два олимпийских чемпиона, клубных, Хабиб и Роман Ротенберг, вот это, это мы открыли филиал в Турбоска, вот мы открывали, вот они были, и Хабиб приезжал, представляете, в маленьком зале концентрация чемпионов, да, людей, олимпийские чемпионы, лучший боец водяноводств и человек, который поучаствовал в подготовке олимпийской сборной по хоккею, ну и вот книга, да, это два года, эту историю мы собирали, это история моей семьи, история Ленинграда, история части и клуба, эта книга, слова благодарности моему отцу, память об отце, вступительное слово к этой книге, Владимир Владимирович Путин писал, так что мы об этом рассказываем, мы об этом говорим, вот я благодарен тем людям, которые мне помогают в этом. какой вот может быть истину или афоризм любимого вашего отца вы любите говорить вашим ученикам? Да, не знаю, честно говоря, я их много и на скидку сложно, в разговоре придумал бы что-то. Я скажу такую вещь, которая при всей его строгости, жесткости, неоднозначности, его фраза была одна, одна из самых главных. Надо любить это дело, надо любить дзюдо, надо любить то, чем ты занимаешься, надо любить этих детей, надо любить, самое главное должно быть любовь и доброта. Даже когда ты жесткий, даже когда ты строгий, даже когда ты бывает иногда агрессивный, ну, немножко жестокий, как кажется, это все равно от любви, надо любить, любить девчонок, любить ребят, любить дело, любить эти неприятности, сложности, любовь и доброта, все равно даже они становятся базовыми для того, чтобы создавать чемпионов, воспитывать чемпионов, вроде бы мы должны сказать, должен быть злой, агрессивный такой, нет, нет, надо любить, будешь любить, все будет хорошо. Конечно, он к этому относился с любовью. Субтитры сделал DimaTorzok